Давай тогда пригласим сюда алкаша. Ты проспался, алкаш? Один из питерских алкашей. Давайте я встану, а ты как? Да мы все встанем, чего уж нам. Сядешь и проинтервьюруешься. Сейчас я его закреплю. Ну ладно. Дмитрий. Да. Сколько ваша команда раз участвовала в командниках на выездах, вот именно в том составе, в котором вы ездили? В таком, каком мы ездили ни разу. То есть ты собрал для этого турнира новый состав? Он у нас, скажем так, три человека было уже... Ну как, два человека еще ездили у нас первый раз на командник. Один человек добавился, который на летник ездил. И два человека у нас были новых. Один из которых ездил в том году в команде Анклав. Хорошо. Ты переманил сильного игрока из Анклава, поэтому они так плохо выступили. Который набрал олимпийскую пятерку. 0-0-0-0 и 5 очков он взял на прошлом команднике. Сомнительное приобретение. Ладно. Расскажи, кто был в твоей команде? Итак, в моей команде был Десгард. Своими некронами, ростером, который все видели по лиге. Он в лидер выступал. Да. Ростер, в принципе, у него практически не менялся из командника в командник. Ростер достаточно хорошо и стабильно себя показывающий, как деферский. То есть, ну, некроны держащие, как бы. Как даже до переиздания, это был у него ростер на в райтах. По первому команднику мы ездили. Много-много в райтов. Мингули все хорошо терпит. Набирают какие-то очки. То есть, такая крепкая защита. Да. Окей. Дальше. Второй у нас был Атакер, как раз, который ездил с нами последний раз на летник. И в этот раз поехал Миша. В тот раз он ездил драйга бомбой. Миша Фрамос. Да. А, я играл как-то в Петербурге. И сейчас, после как раз прошлого командника, пока ехали в поезде, у Андрея с Мишей возникла идея запилить ДА бомбу. И вот в этот раз ее как раз реализовали. Дарк Энджелы. Да, Дарк Энджелы, Конклав. Как бы все это кастует замечательно. Есть некоторые проблемы с поиском кастов. Но, в общем-то, тоже неплохо себя показало. Могла, я считаю, лучше. Набрала не так, чтобы очень много очков. Но об этом, если что, дали. Ну, ты ездил арками, я так понимаю. Это же классика. Нет, да это оставим напоследок. А, ну, если это был секрет какой-то. Да, маленький секрет. Вот мы, кстати, с вами не сыграли на команднике. Поэтому я даже вот не могу... Я при всем при этом даже не смог посмотреть ни одной вашей игры. Потому что я проходил, либо все закончилось, либо еще не началось. Но, давай же дальше. Мне тем интереснее послушать. В первых двух командниках у нас не было Ильдар. И к этому команднику мы решили подготовиться. И раз уж все берут Ильдар, надо бы и нам взять Ильдар. С нами поехал Алан Сончик. Ну, тебя вообще-то не знаю. Ну, он раньше в основном играл в клубе, про который мы не будем говорить. А, нет, я понял, о ком ты говоришь. Все, там, да, я понял примерно, да. Несколько тестовых игр попробовали, с ним проверили. В принципе, неплохо себя показал, как на команднике и так и в обеспечении. А много ли у него было байков, расскажи-ка мне? Байков у него было три пачечки. Три, три и шесть, если не ошибаюсь. У нас тоже неплохо. Ну, и само собой, что за Ильдар и без Евы. Классика, да. Тут уже понятно. Все раз берешь Ильдар, нельзя не взять Еву. Это было бы как-то странно. Это был тоже такой атакерский ростер. Естественно, в основном, по идее, на Necron. С которыми он, по-моему, может быть, один раз встретился, если вообще встречался. По-моему, скорее всего, и нет. Вот. И как раз кого мы переманили, Саня Брагин с зеленой. Вот. За Тиранидов. За Тиранидов. Мы решили Левиафан с Кадом, насколько я понял. Вот. В результате там чуть-чуть закомбили, получился тоже летающий цирк. Ну, из нестандартного чуть-чуть там добавились Гарпии и возрождающиеся Гаргульи. Угу. То есть, Тираниды, ну, в принципе, достаточно редкий выбор для командника. Именно в чистом виде. Потому что... Ну, казалось бы, обычно, да. Но на этом команднике, на удивление, Тиранидов было очень много. Все пихали себе. Ну, в основном, это, конечно, были просто три тирана, засунутые в союз. Я говорю, чистые Тираниды. Потому что три тирана с хаосом, как бы, с драконами, это, пожалуйста, почти там через команду можно было это наблюдать замечательно. Где свободен слот, туда пихают Тиранидов с хаоса. И с этим игроком связаны отдельные истории, которые чуть позже расскажу. Просто изюминка и эпик. Хорошо. Ну, и я поехал, естественно, к капитанам этой команды. Прошлые два командника я ездил арками. Последний раз, первый раз с Томпой, второй раз как раз с тем, чем я в основном играю в меганобы на вагонах. Ну, немножко не показали они себя, хотя, по идее, ростер хороший могли бы. И в этот раз я решил отойти. Горка и морка, возможно, будут на меня обижаться. Хотя я... Что же ты взял? Я взял трех рыцарей плюс формация Тау. Один рыцарь был орочий. Ага. То есть у тебя из орков был только рыцарь под орков сделал? Да. Дима, ты меня удивил. Ну, вот, кстати, блин, я вот, ну, смотрел ростера, и я почему-то в тебе, ну, не смотрел, я потому что думал, Дима, ну, блин, он возьмет только в вагонах. Даже не буду, ладно, бог там с ним. Ну, видишь, мы с вами не сыграли, поэтому, ладно, мне простите вы. Ростер, в принципе, наверное, достаточно шаблонный, вот, но на этом команднике, в принципе, такой был только еще у одной команды я увидел. Бух ты мой. Бух ты мой. Тебе массажик делать? Ну и что ты тут будешь лежать? Ну, нормально. Ну, его можно опереться. Так вот. У тебя петличка слетела. Это все Иван. Это все Иван. Ваня. Вали отсюда нахер. Ваня, Ваня. Ватилек. Вали нахер, короче. Провали. Где моя бутылка? Где моя бутылка? Вали нахер отсюда. Ты меня смущаешь своим мерзким телом. Убирайся. Невыносимо. Невыносимо. Ну что? Продолжаем. Я сейчас Иван свалю. Он поднимается. Райс, райс. Иван. Продолжай. Тебя слишком много в кадре. Причем, очень странные части этого тела в кадре. Боже. Оп, аккуратно. Ура. Так, на чем мы остановились? Изначально идея пошла. Да, Дима. Не той стороной. Ты, как бы да, не получается так у нас. Оп. Окей. Давай. Сначала, с чего это все пошло, с подачи Андрея, что неплохо бы взять мне Герантиуса в росте. Каркан. Один Герантиус меня не впечатлил. Как-то вот сливали его только в путь, ничего в общем-то не делал. Он не заработал себе имя в турнировом каком-то более-менее метагеймеров, как я помню. Вот. После этого я что-то попробовал взять как раз трех, уже лучше пошло. Стали думать как бы как защититься, что самое опасное рыцарем. Чаще всего это дропы. Мельта дропы, хай-вайр дропы. Что лучше всего с ними справляется Тау с интерсетом. И как бы выяснили еще домиком по неопасно для рыцарей. Ну. В этот раз. На этом турнире. Да. Вот. Но как минимум от дропов этот ростер защищен хорошо. Я предварительно сыграл несколько игр со скитарями на дроподах, с тем же арсенаром. И все что выпадает 2-3 отряда сливается просто в путь. Остальное как-то вот перерывается и на инвули принимается. И буквально в один ход вытаптывается. Каких рыцарей ты взял, кстати? Я взял Вардена. Это стрелковый с пилой. Один рукопашный. Ну для экономии очков. И стрелковый. Ну уже после как бы я подумал, что зря я взял стрелкового. Надо брать конечно еще одного Варда. С стрелкового ты взял наверное с орданками. Нет, с орданками. Тоже сомневался. Термалка или орданка. Ну вот. Остановился твой выбор на орданке. Вот. Немало раз было, что когда у меня там рыцарь стоял там в каком-нибудь в двух некрон воинах и не мог их убить. Своей десятой силой как бы. И на топтаниях ничего не выпадает. И он стоит и не может их убить. Ну это кубики несли. Ну это тоже. Рыцари-то способны на большее в умелых руках. Как мы знаем. Да. Это боги тебя прокляли за то, что ты арками не поехал. Ну с другой стороны я понимаю, что на командник арками ездить сложновато. Там нету вот таких сильных билдов ни в защиту, ни в атаку. Если ты не Степан, у которого орки императора, то тяжеловато будет на команднике что-то показать за эту армию. Ну 50 очков на прошлый командник я взял. Ну так, средненько. Я в двух играх, они могли себя показать лучше, но все пошло не так. А сколько на этом команднике? На этом команднике я набрал больше всех в своей команде. Порядка 61 очка. Результат на лицо можно сказать. Я вот не помню 61 очко или 61 процент я набрал. Мы пересчитывали просто в процентах тоже соотношение, как именно сыграла наша команда. С кем вы играли? Первая игра у нас была с Арматой. Ну, наверное, не сказать, что очень уж сильный противник. По ростерам казалось, что-то среднее, а порой и совсем непонятное. В частности, ростер хаоситов на Абадоне. Был для нас просто с загадкой, что он мог и зачем он вообще нужен был. Но, как оказалось, и после мы пообщались с этим пареньком, он как раз был нападающим в основном на Ильдар, с которым мы встретились, наш Ильдаровод. И он неплохо их разгонял и наказывал. Ну, кстати, я слышал что-то про хаоситов на Абадоне. Да, там плюс тёмные Ильдары были. То есть у тёмных Ильдар было, чтобы они могли таранить за, по-моему, Архон или что-то, минус 2 к ледоку. Я слышал про этот рост. И просто таранят, убегают. Хорошо отзывались при всём при этом, но я так понимаю, что это наработка человека. Он его там сам наиграл и, в принципе, успешно им выступал. Ну, на нашем Ильдароводе там чуть-чуть у него не пошло. И, если не ошибаюсь, 11-9 он сыграл, чуть-чуть даже урвал в очков. Хотя, конечно, мы надеялись на большее. Сразу скажу, по-моему, во всех играх я шёл в деф, чаще всего в первой. Наверное, это было порой ошибкой. И в трёх из четырёх игр на меня бросали некрон в атаку. А почему он, кстати, решил себя в деф ставить? Потому что ты более опытный игрок. Какая у тебя причина? Скажу, когда мы частично делали, расписывали паринги, кто как сыграет. Там жёлтый, зелёный, красный. Конечно, не на все команды, но где-то наполовину чуть больше. Сил хватило. И за рыцари, в общем-то, для меня практически не составляло проблем. Очень мало красного я в этом видел. Может быть, конечно, где-то частично моя была, неопытная из-за них игры сказывалась. Но красный я ставил только, что и так, и так я могу сыграть. Всё от кубов зависит. Это были механикумы формация и эльдары. Потому что инвизнутую Еву победить очень сложно. В принципе, я понимаю, что рыцари, они ещё хорошо очки могут сейвить. Потому что моделей немного. Ты, в принципе, можешь там и как-то достаточно удобно успешно управлять и сохранять хотя бы очки. И стрелковый потенциал хороший. И рукопашный, как бы, к ним далеко не все захотят ссалаться. То есть, в принципе, ростер твой тебя устраивал для игры в дефе. И поэтому ты без проблем... Как мы в дефе, так может быть и в атаке. Ну, универсальность, да. Потому что раньше, я помню, ещё по прошлым редакциям, там было чётко, что там есть защитный, там 100%. И сейчас стараются универсальные всё-таки растеробрать, которые... И, если что-то пошло не так, идут в деф, там сейвят очки и хорошо играют. Ладно. Именно так. Хорошо. Надо заметить, что, не знаю, только один Некрон попался действительно опытным и хорошо играющим. И приятным оказался оппонентом. Это был как раз Некрон из Монтикоры, наш второй парень. То есть, второй игрой вы играли из Монтикоры. Это московский клуб, поскольку я знаю... Ну, сейчас я про первый расскажу всё-таки немножко. Сыграли мы в результате в ничью. То есть, я набрал 14 очков. Фрама с бомбой тоже 14. Больше всего не повезло. Насколько я помню, как раз Зелёному, по-моему, нам пришлось его бросать на как раз Механикус. И у него абсолютно всё плохо пошло ещё и по кубам. И так было непросто. И его слили в нали. То есть, это там те самые Механикумы, та самая формация, которая на 1850 очков раскачивается на 2500. Именно. Ребят, можно потише? Уже кричать мне приходится в микрофон. Ещё минут 10 нам дайте, пожалуйста. Спасибо. Шансы, по идее, у него было. Тем более, что на этом команднике у нас мистериусов не было. То есть, Skyfire ему был не страшен. Стрельбы, опять же, той же Skyfire нет. Он мог, по идее, взлететь и летать там что-то, стрелять и убивать. Но всё пошло плохо. Вот. Но, если не ошибаюсь, его не сняли со стола, но его технически. Угу. Ну, набрали. Андрей на меня очень сильно жаловался и ругал. Неудачно тоже попал паринг. Он попал на комбо Эльдары с тиранидами. Три тирана, три самолёта эльдарских. Так я, например, видел этого вчера. Кто-то не совсем понятное. Не хотели мы, чтобы Андрей на неё попал. Вот. Ну, он на нём тоже там неплохо, в принципе, сыграл. Где-то в районе девяти очков он набрал. Ну, то есть, в среднем ничья-ничья, вы там вышли на ничью. Ну, вот Эльдары, да, там тоже с хаоситами. Угу. Ну, а как вообще, вот, на твой взгляд, когда вы приближете на турнир, играете первую игру в ничью, какие у вас шансы на топ после этого? Вот ты там, после первой игры. На самый топ мы, конечно, так уж прям ещё рано, рано, рано. Ну, да. Да. Наша даже изначальная цель была хотя бы войти в десятку. Ну. Ну, и можно сказать, мы с ней справимся. Почему, когда мы берём у тебя интервью-то? Потому что из всех команд из Петербурга вы заняли максимальное место. То есть, вы, по сути, чемпионы Петербурга на этом команднике были. Я называю это, мы поскребли по дну и нашли там серебряную жилу. Понятно. Ну, хорошо, пусть так. Ладно, вторая игра с Мантикорой. На Мантикоре мы слили. Сильно. Сильно. Ну, как сильно? Мы набрали в общей сумме там что-то порядка 30 очков. То есть, ребята хорошо играют? Довольно неплохо, да. И опытные игроки. Ну, я думаю, что это команда клуба, им есть где играть, где теститься. Там они в курсе всех нововведений. Ну, вообще клубы команды. В этой отличился как раз у нас зелёный. Он набрал больше всех очков. Это 13. То есть, не так всё и плохо-то у него пошло. У остальных всё плохо пошло. То есть, там где мы надеялись больше всего взять очков, Фрамос должен был взять на Форсайта Боинге. У него, по идее, всё наролялось, игнор ковра, всё как надо. То есть, прыгай, выноси, как бы не хочу. Вот. Но на Рептайдах он застрял. Форсайта Боинг, это сейчас лебединая песня старого кодекса Тау. Да. А новый-то мы ещё не знаем, что нам преподнесёт крутого. Ну, посмотрим. Насколько я слышал, там были эпики, что-то порядка там 25 кубов со вторым АП накинутые в Рептайды. Ну, заряженного в третьем инвеле. И там практически всё по сейжене. Ну, хорошо. Ну, то есть там, да. Не добит был. Хорошо. Со всей бомбой. В общем, вторую игру проиграли. Да. Расстроились? У меня вот как раз самые меньшие очков, что я взял за командник, вышло 7. В основном из-за того, что я расстрелял вообще-то всё уникрон, уничтожил. Он меня уничтожил тоже практически всё, кроме одного рыцаря стрелкового. И он с одной стороны стола, я с другой стороны стола. И у нас нет никакого желания друг к другу идти. Вот. Ну, миссия была на контроль чужих маркеров. И запоровший. А, рептайт у меня ещё оставался. Запоровший всё. Рептайт, который не справился с одним байкером. А я зачем-то его отправил в рукопашку на него. Вот. Вот. В результате у меня перехватил точки, дошёл до них боингом. И за варлорд трейд командный. Плюс очко, если ты скоришь индепом. Ну, варлордом. Вот. Доп очки. И насыграл как бы там. Достаточно неплохо по двух сторонам. Да. И на своих, и на моих. То есть, вторую игру проиграли. Да. Чуть-чуть опустились. Ничья, проигрыш, это достаточно. Есть такая практика на любом турнире, когда ты в первой, допустим, игре сливаешь, и потом как раз идёшь по дну и по лесенке Да, но это надо в первой слить. А как бы ничья, как-то ещё ниже получается. Да, ещё ниже. И вроде там уже оппоненты не такие получаются. И тут мы как раз нашли свою жилу. Ааа. Ей оказалась секта любителей пива. Отличное название, кстати. Надо заметить, что с ней буквально предыдущую игру сыграла конфедерация. Тоже у них выиграли. Не, скажем так, в основном в том числе из-за того, что одного человека у них просто не было. То есть ребята играли вчетвером? Да. Они играли вчетвером. Сразу одна двадцаточка, а именно двадцаточка? Именно двадцаточка. На прошлом, например, генерале-налетнике, если не было человека, и той, и другой команде давали 20-20. Была такая практика, мы один раз попадали. Да, своеобразный. Казалось бы, 10-10, 15-5. Да, нижний кэп, 15-5, ты выиграл, молодец. Потому что 20-0 выиграть надо постараться всё-таки. Да, да, да. Парринги хорошо. Абсолютно согласен. А тут 20-0 и всё. Ну, окей. Это была игра просто вот эпики. Ну, одна двадцатка уже есть, запомнили. Ага. Моя. Игра против Тираниды, ХСМ. Ну, ХСМ там не совсем стандартный ладцевый ростер. По-моему, там один был Дракон, Домик, Культисты. Остальное уже плохо помню. Плохо помню из-за того, что я ходил первым, и противник испугался моей стрельбы. С кем ты играл? Резерв. У оппонента сейчас не вспомню, как зовут. Вот. Он оставил домик на столе, внутри культисты. Я развалил домик. Культисты испугались и убежали за края стола. Первый ход начинается с оппонента. У него ничего нет. Конец игры. Еще одна двадцатка. Классика, понятно. Классика. Просто как бы вот. Наш Эльдорово Талантсончик на втором ходу снимает Демон Кин. Сол Гриндера, все как надо. То есть, ко второму ходу он снимает все, что было на столе. Резервы не выходят. Отлично. Третий 20-0. Оппонент Андрея, в принципе, удачно поставленный памятник. ЕГшники против Некронов. Он к ним прыгает, съедает, все остальное превозмогает на столе. На самом деле, если бы они нормально играли, зная Андрея и ЕГшников, это было бы хода три. Вот. И что-то такое полуничейное было бы. Но оппонента все задрало. Они там еще умудрились перед этим поругаться с конфедерацией. Те отмандили. Потому что один оппонент у них тогда еще второй человек на полтора часа опоздал. А, то есть первый тур тоже не завелся? Нет. У них. У любителей. Да, у любителей. Ну, это был второй тур. Второй тур, да. Опоздал на второй тур на полтора часа. Одного вообще не было. Второй опоздал на полтора часа. Ну, вы знаете, там тоже они омоднили еще одну 20-0. Неплохо. Вот. И получается, с ЭГшниками тоже они договорились, что 20-0 как бы ладно. Там понятно было. Никакой воли к победе уже не было. Да, воли не было. И последний просто тоже первый эпик был у Зеленого. Три рыцаря с Эльдарами. Ева, Байки. Интересный билл. Да. Финал игры закончился тем, что рыцари, я не знаю, всю или по крайней мере пол игры, забились в угол и, можно сказать, дрожали, тряслись от тиранит, которые их расстреливали в разные арки, своими векторами долбили. Магия, наверное, еще какая-то тираническая особая. Магия тираническая особая. Эпиком было то, что Александр наролял шестерку на перилах тиранам и его просто вот так вот. То есть тиран стал суперфлэшбэйном. Звездным богом. Убийца. Это отличная штука. Вот. И единственное, что не дало Александру взять 20-0, у них вышло 10-10, не прокинулся седьмой ход. Седьмой ход оставался последний рыцарь двух холлпоинтов. Чуть-чуть не дали. В результате мы набрали 90 очков. Это просто для вас, как бы, просто такой подарок. Сладенькое просто. Мякотка. Третий тур. Держите свои, как бы, заслуженные. Но, по сути, вы играли все равно с командой, которая на самом не турнирной таблице была. Ну, в результате оказалось, да. Бывает и такое, кто-то же должен играть, понимаете, вот в этом вот. Ну, кстати, командники эти замечательные, что кто-то должен все равно играть со слабыми командами. Кто-то, действительно, выбирается в топ, и там уже рубка идет за каждое очко. А, да, вот иногда бывает такое. Окей. И, хорошо. На четвертый тур мы все-таки пошли. Нас не смутило, ну, все, что там было, минусы. Ну, учитывая, что все-таки, да, у нас отыграли три игры, у вас какой-никакой результат, вы не пьете. Мы все-таки надеялись, что будет и четвертый, и пятый. По прошлому команднику у нас, получается, было две победы, одна нища, два поражения. Был минимум хотя бы так же, а лучше, ну, все-таки, чтобы две победы было на второй день. Чтобы там на одну победу еще хотя бы, потому что вы приподнимались, получается, до серединки где-то. Чтобы постепенно расти. В прошлый раз у нас было 16-е место из 26-ти команд. Вот. В результате четвертый тур. Мы приехали в Москву, чтобы сыграть с другой питерской командой. Отлично. С кем же вы сыграли? С конфедерацией. С конфедерацией, со своими друзьями. Да. То есть ты привез второй состав, а они... И что? Договорничок, наверное? Буквально незадолго до командника мы устраивали тренировочный матч. Правда, двух человек от них не было, но, как сказать, замены, скажем так, были. Одна из них, кстати, был Россиэль. Так что это чуть-чуть компенсировало их. Ну, в этот раз у них Россиэль не было? Вот. В тот раз мы их капитально так сняли со столов, в принципе. В результате я опять пошел в первый деф. Это была еще и такая проверка на нервы, на стойкость их капитана. Капитаном у них выступал Кирилл Лопатин, игравший дроп с китарями. А в двух играх перед этим, когда мы тестились, и в том числе как раз на тренировочной, он на меня бросался. Ну, как бы рыцари, дроп с китарей, упал с хай-вайра, все полопал. В принципе, для него нормальный паринг, он может много сделать. В предыдущих играх я его снимал 20-0. Угу. Он не стал на меня идти. То есть ты продавил его еще до турнира? Да. Нормально. И на меня пошел Никита. Некронами которыми он чуть ли не первый раз взялся играть, потому что все его фракции разобрали. Ну, я помню, что он перед турниром там набирал. Да, он там Диманкин хотел, у них должен был быть игрок за Диманкин, ему не дали. Маринов у него тоже забрали. Кем идти? Вот и мы нашли Некронов. На, играй. Защищай. Ну, короче, не наигранные армии. Вообще не наигранные. Не наигранные. Вот. Но в какой-то мере он, по крайней мере против меня, он очень много правил забывал. Ну, это было понятно, как бы, когда играешь практически на новую армию. Ну, когда первый раз играешь за армию там. Да. То есть он без кодекса это да. Но при этом он пер вперед в лобовую. То есть я умудрился перехватить ход на шестерочку. Единственное, что у меня очень плохо пошло, это первый ход. Это была просто эпично сливная стрельба. Мне пришлось, чтобы убить одного паука без протоколов. Можно сказать, без ковров. Которых, потому что террейн я специально выбрал стол, там вообще практически ничего не было. Там два импаса по бокам. Вот. Там шестой ковер за ночь был. Два пулемета с двух рыцарей. Шаблоны. Что-то еще. И в результате я его так и не убил. Мне пришлось его добивать одной из пачек бродов. Немного сделал. Рыцарь с третьим сливе в шестом ковре. Просто вот. Кубы не зашли абсолютно. Вот. Если бы он быстрее убился, в райты бы быстрее кончили, все было бы намного проще. А так, игра была на релик. На шестом ходу он справился таки с моими рыцарями. Вот. И была еще такая чуть-чуть в мою пользу, за счет карточек миссии, ничья. Что-то в районе 12-8, где-то так. Ну, я так понимаю, что некроны, во-первых, могут что-то противопоставить рыцарям. Плюс вот это у него была формация, где паук, бафа и фрайтов. Да. Две. То же самое, что и Андрей, в общем-то, было. Там чуть-чуть небольшие изменения в закачке. Вот. Но прокинулся седьмой ход. И в эпичном хтх рептайда и трех бродсайдов, добивших одного в райта в одной ранке, и потом добивших двух имморталов, я все-таки снял его со стола. То есть там в хтх мог. Да. В твоих руках. Ну, норм. Хорошо, отлично. Это четвертая игра. Сейчас, я еще некоторые моменты уточню. С командники. С командники. В конце он нас играл Андрею. Опять мы бросили на эгэшников. Они там ковырялись друг другом. Набрал он. В конце его пришлось очень торопить. Потому что сыграли не три хода. Вот как я и говорил. Эгэ, некроны. Ага. Там уже говорят. Дайс даун. Как бы все. Ну еще чуть-чуть. Дайте мне их добить. Доковырять как бы. Андрей, нет. Считайся. Все хватит. Не важно там не добил, не досчитал. Мы уже выиграем там. Хоть пять очков набрал. Все. Мы выиграли. Вот. Он набрал где-то 18, если не ошибаюсь, очков. Наши тираниды опять столкнулись с Эльдарами. И угадай, что он наролял на перилах. Та же шестерочка. Та же шестерочка. Везучий. Везучий парик. Нет Евы. Отлично. И Эльдары были полностью сняты со стола. Хочешь с тиранидами убить Еву? Кидай шестерочки на перилах. Хорошо. А кто за Эльдаров-то играл? Вот честно я не помню. За Эльдаров играл тоже довольно неплохой игрок Серафим Удавкин. Он брал у нас турнир в первые места. Было дело, да. Помню такого. Ну, в любом случае, тираниды-то себя показали. Да. Абсолютно. Дропскитари и конфедерации попали на нашу драйго-бомбу. Тут, наверное, я где-то не рассчитал паринги. Не помню уже, должно было так случиться или нет. Не планировал ты такого? По-моему, нет. Нет. Вот. На самом деле и тираниды не должны были попасть на Эльдар. Все пошло не так. Вот. В результате в обратную сыграло. Как бы я перехватил у Никиты, у Миши перехватили ход. Он, конечно, у него был запасной план. Рядом с его драйго-бомбой стояло два лендспидера, которые удваивают смещение падающих дропподов. Вот. Но хиты, такие хиты не помогло. И в результате он все равно вытянул кое-как игру, смог принести 4 очка команде. Каков результат? Выиграли. Мы выиграли. Набрали 70 очков. Очень неплохо. Очень неплохо. Ну, по сути, были сложные игры. Пары у нас попали на что-то на роту. У них выступал за роту имп в конфедерации. Я знаю, да. Алексей, по-моему, зовут? Да. Ему, как бы, сложный был паринг. Вот, если не ошибаюсь, 10-10 они сыграли. Ну, в любом случае, вы тиранидами хорошо оттянули Эльдаров на себя. Потому что для остальных у вас Эльдар неудобный паринг, в принципе, был для многих. Ну, вот. Да, не очень. Оттянули на себя Эльдар. И еще такой результат хороший. В общем-то, это сделало, наверное, в четвертом туре вам хороший задел. В результате чего же мы попали как раз на десятое место. Из команд, набравших 50 очков, мы, по сути, как раз выше за счет этих двух игр. Ну, самые результативные получились. Да, да. Ну, видишь. В любом случае, это ваша заслуга, да. Ну, немножко, конечно, удачи, там, при достижении обстоятельств. Ну, за четыре тура результат неплохой. А если бы в пятом вы сыграли, может быть, и выше бы смогли забраться. А вот это очень спорный вопрос. А кто попали на кого? Потому что с 50... Не знаю. Вот не смотрел. Кстати, надо будет посмотреть, на кого бы мы попали. Ну, что-то как-то очень опасно и было бы как раз... Не, ну, по сути, там уже, наверное, был бы более-менее, но тоже серьезный оппонент, наверное, с которым пришлось бы сильно подобрать. И вот как бы там уже играли, было бы непонятно. Ну, потенциал был и на большее место, в любом случае. Да, да. Хорошо. Ладно, про игры мы поняли. Я думаю, что тем, кто разбирается, это будет интересно. Я с удовольствием послушал, хотя сам поиграл на турнире. Вот, имею какое-то представление о нем. Давай так. Что тебе понравилось на турнире? Понравился такой выезд в Москву на командник. Это всегда много интересных игр и чаще всего незнакомых оппонентов. Плюс еще большой компании, в которой ты весело едешь. Мы замечательно ехали в поезде туда. Мы замечательно ехали обратно. Все ехали замечательно. Иначе смысла бы не было ехать. Именно. Хорошо. То есть, ну, именно сам выезд. Да. Самовыезд. Ну, это предповод. Потому что турнир – это повод вот собраться, там, за солдатиков потрещая два дня, там, еще что-то, прокатиться на поезде. Это, да, это большой плюс. Из самого мероприятия, ну, из плюсов, в общем-то, только то, что это самый большой командник в России. Другой, вот, плюсы, конечно, сложно дойти. Ну, хорошо. И интересные оппоненты. Что тебе, вот, больше всего не понравилось? Не говори, что, вот, не, просто, да, 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 да. Вот, что больше всего для тебя? Больше всего мне не понравился команда играющих судей. Вот, меня это просто, вот, не понравилось. Ты, у тебя какой-то спорный вопрос с оппонента вышел, как бы, не можете вы договориться. Ты идешь искать судью, и вот начинается рыскание между рядами лавирования, там, через всех ты обдираешься. В первом зале посмотрел, не нашел, во втором зале не нашел, как бы, начинаешь уже кричать по залу. Аааа, где Цезарь, где Цезарь? Тебе говорят, да он там. А он вот так вот сидит там что-нибудь делает. А сколько было судей-то на 160 человек? Я, если честно, вот не знаю. Я, как судьей, я видел только Цезарь. Я слышал, что там их несколько. Говорят, что 4. Они все играли, видимо. Насколько я знаю, вроде бы была как раз команда судей. Да, команда судей. В разных командах. Нет, вы решили все-таки. Ну понятно, что договорились. Да. Но, наверное, какие-то вот эти вот, не нужно так делать. Да, да. Получается. Если ты занимаешься организацией командников, такое большое мероприятие. Я, конечно, понимаю, что хочется поучаствовать, но проводите мероприятие, вкладывайте в это силу. Надо выбирать какую-то направленность. Согласен. Что ты все-таки хочешь? Хотя бы один бы хоть был. Да. А там приходишь, как бы место судейское, а там никого. Ну, в любом случае. Скажем так. Вот. Организация. Все как бы можно потерпеть было бы. Но вот это для тебя такое. Самое неприятное. Ну, хорошо. Потому что я не хочу уметь свое мнение об этом турнире. Я его расскажу отдельно. Мне просто не хочется говорить о минусах. Я выяснил сам. Потому что для всех оно разное. Для всех оно разное. Кто-то хочет, чтобы были удобные стулья. Кто-то еще что-то. Тебе вот такой вот вариант. Ну, ладно. В любом случае. Сыграли вы хорошо. Для Питера вы сыграли лучше всех, с чем я вас и поздравляю. В любом случае. Вы большие молодцы. У вас уже хорошая команда. Один момент. Заключительный. Уже после того, как мы ушли. Ну, вообще, по играм и по парингам, наверное, нельзя сказать, что прямо уж очень хорошо я распаривал игроков. Хотя, в принципе, всегда советовался со всеми. Кого, как, пойдешь, не пойдешь, справишься, не справишься. У нас такое коллективное, в общем-то, решение обычно было принятие. Вот. Команда сказала, что капитан говно. То есть, они... Неблагодарные сволочи. Они заняли 10 место. Да, неблагодарные сволочи. Мы заняли 10 место лучше, чем все. Но капитан говно. Ну, слушай. Все, я обидел. Скажу так тебе. А, то есть, не возьмешь в следующий раз свою команду. Бери меня. Бери меня и Ивана. Вот. Как называет Олежка, мурманская диаспора. Руна, поехали мурманская диаспора в следующий раз. Хороший пи***чей. Тебе с вами будет весело.